Сегодня у нас тут нужный уголок автолюбителя вместе с автоэкспертом Владимиром Романовым. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Мы сегодня поговорим про тюнинг, в частности про сигнализацию. Оказывается, это тоже входит в понятие тюнинг. Давайте по порядку. Какие бывают? Как выбрать? На что обращать внимание? Да, доброе утро. Ну, конечно, первым делом, на что бы я обратил внимание, это на, так скажем, надежность и зарекомендованные уже закрепновавшие себя марки. То есть не стоит брать какие-то сигнализации, которые неизвестные. Надо понимать, что если вы пришли на барахолку и купили сигнализацию за, не знаю, полторы тысячи с названием тынь-пынь, то есть требовать от нее каких-то... Это известная корейская фирма, да. Требовать какого-то от нее функционала и сервиса, и надежности, то есть, конечно, не стоит. Вот. Нужно отдавать предпочтение зарекомендовавшим себя брендам, ну, на сегодняшний день, то есть Starline, конечно, Pandora. Есть побюджетнее, это там, там, Магавк, Шериф, Ценмакс. Ну, то есть все сигнализации, которые давно на рынке и которые показали себя в работе, вот, их можно ставить, да. А какие они бывают? У них у всех одинаковый функционал? Нет. Есть какой-то премиум сегмент какой-то? Нет. Есть сигнализации, допустим, обычные, ну, так мы их между собой называем открывашки. Это, то есть, просто открыть-закрыть сигнализация, которая... Если пнешь, не сработает? Нет, они срабатывают все, уникалерный датчик у всех есть, конечно. У всех есть блокировка, это обязательная функция, то есть блокировка либо двигателя, либо зажигания, либо какой-то там еще функции, то есть дополнительной. И следующие идут сигнализации по уровню, ну, более насыщенный функционал, это сигнализации с обратной связью, то есть на брелочке уже отображается то, что происходит с машиной, то есть вы уже можете увидеть, что происходит с машиной. Если, допустим, ее пнули, опять же, то у вас там нарисует, ну, грубо говоря, молоточек, и вы будете знать, что машина кто-то пинает или пытается там открыть, например. Или, ну, то, что с ней происходит. Сейчас уже сигнализации более современные, они уже даже показывают то, что в машине технические данные, они могут показать температуру, допустим, в салоне, могут показать температуру двигателя, могут показать заряд аккумулятора на батарее, вот такие функции. Ну и следующий, то есть самый распространенный, который обычно сейчас, ну, в Сибири без этого никак, это сигнализация с автозапуском. У них есть автозапуск, обычный сейчас используется, это уже дистанционный запуск, это само собой, и запуск температурный, по температуре, допустим, двигателя. Когда в определенную температуру он сам начинает прогреваться. Если машина замерзла до определенной температуры, она сама заведется, проработает определенное количество минут, ну, и сама заглаживает потом. Потом через какой-то промежуток времени, если она опять замерзнет до этой температуры, она опять заведется. Это сильно влияет на расход топлива у людей, которые владеют такой сигналкой? Нет, не сильно. В зиму на среднестатистической машине это плюс литр-два, примерно. Ну, не так существенно. Расход на 100 километров. А вообще можно про средний ценник поговорить? А вот эти вот сигнализации с дистанционным управлением, сколько в среднем стоит? Попроще, сколько в среднем стоит? Сигнализации самые простые начинаются примерно от, там, 1500. Это открыть-закрыть, что называется? Да, это открывашки, да, то есть от 1500, это без установки, естественно. Сигнализация с обратной связью от 3,5, ну, примерно. И сигнализация с запуском и обратной связью, то есть сам распространенный сегмент, они где-то от 4,5 тысяч начинаются. Это вот как раз там тамагавка, такие вот аллигаторы. А установка сколько стоит примерно в среднем чек? В среднем тоже по городу, ну, цены не сильно варьируются. От 1000 до, допустим, до 4000, это за машину, то есть это сигнализация с обратной связью и с автозапуском, ну, и машины, то есть уже какие-то более современные, с более навороченной электроникой. Ну, и то есть если прям все круто-круто сделать по красоте, то около 10 придется отдать, да? Да, больше, наверное. Около 10, это, так скажем, не очень круто. А, это даже не очень круто. Это как раз с автозапуском и обратной связью, сигнализацией, ну, от этой цены примерно начинается. А, плюс установка, ну, тогда, значит, где-то 1015-20, все, чтобы было суперкрасиво. Нет, в 10 можно уложиться сигнализацию с автозапуском, с обратной связью, с установкой, ну, на среднестатистическую какую-то машинку, японскую, корейскую, например. Ну, да, ведь, кстати, зависит от того, какой автомобиль. Однозначно, однозначно. Это ведь тоже важно. А сигнализации как-то часто нужно менять? Насколько они ломаются часто, нечасто? Сколько вообще должна служить сигнализация? Ну, смотрите, то есть срок гарантийный от производителя обычно один год, как и на всю технику. Интересно. Да. Не думал, что так мало. При этом сигнализации живут очень долго, ну, 2-3 года это минимум, и есть сигнализация, допустим, нам сейчас приезжают и начинают снимать, потому что она начала уже немножко давать сбои, которым сигнализация, допустим, по 11-15 лет уже, даже до такой степени они живучи. Есть такая штука у них, они бывают срабатывать просто так. Такое бывает. Почему? Как они устроены там внутри? Как это можно, может быть, это предотвратить? Больше всего срабатывание происходит от ударного датчика, это, ну, мимо машина проехала, если не настроен ударный датчик, он настраивается, это элементарная функция, это можно сделать даже самому, то есть сам владелец это сделать может сам. Если он настроен очень чувствительно, то даже при проезде мимо какой-то тяжелой машины, какого-то... От вибрации какой-то, да, по земле? Да, да, да. Ударный датчик передает как раз вибрацию кузова, именно. Это самая частая проблема, которая случается. Мы на улице Бумфити хлопнули, как ее сработала машина. От громких зубов тоже. На Новый год, может быть, замечали, на Новый год жарка, салют, от салютов, то есть стоят и вот эта вот эта музыка начинается во дворе, все сигнализации поют на разный лад. Чтобы настроить, нужно куда залезть? Ну, в современных сигнализациях ударный датчик уже встроен, он даже настраивается с брелка. В предыдущих поколениях это отдельный выносной маленький блочок, который регулируется просто отверточкой. Отверточкой. Все довольно просто и понятно, в принципе. Я, как девчонка, не понимаю. Если что, Андрей Сергеевич отремонтировал. Дальше продолжим после рекламы про звук. Владимир Романов сегодня у нас в гостях. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Подробненько все изложил нам про сигнализацию, какая она бывает, сколько стоит и даже как часто нужно менять. Ну и перейдем, пожалуй, в теме тюнинга, уже к теме звуковой. Мы вот допланировали еще об этом поговорить, насколько можно усовершенствовать свою машину меломаном. Не, автозвук это вообще отдельная категория. По автозвуку, да. Это прям благодатная почва для творчества. Чемпионаты проводятся, да? Да, но уже проводятся, да. Вы как местные экзибиты расскажите нам о местных трендах последних лет. Что люди предпочитают, что последнее время в моде, с какими просьбами чаще всего приходят. Тут понятие моды, оно такое достаточно условное. Постребованность. Да, потому что вот сколько людей, столько мнений, и каждый хочет сделать по автозвуку под себя. Ну, самое простое, конечно, то есть поменять штатную магнитолу и штатную акустику, поставить какие-то более качающие, так скажем, колонки, более удобную магнитолу, на которой, допустим, будет уже больше, опять же, функций. Это самое простое, то есть, ну, а дальше там уже у кого как фантазия, полет фантазии, хватит. То есть люди, мы, допустим, делаем вплоть до изменения салона, то есть можем вживить там твиттеры, например, в стойки, чтобы это смотрелось под салон. Что это такое? Это высокочастотные маленькие пищалки, которые выдают высокие частоты, ну, в звуковую сцену автомобиля. Человек же их или слышит? Слышит или не слышит? Слышит. Есть акустика, допустим, коаксиальная, есть акустика компонентная. Компонентная бывает там двух, трех, четырех компонентная. Коаксиальная акустика это... Это означает, когда много колоночек вынесли. Да, частоты разнесены по разным динамикам, и это все делится с помощью специальных фильтров. Чтобы был суперобъемный. Да, этот звук, естественно, он намного лучше. Опять же, есть подключение, допустим, просто от головного устройства, есть подключение через усилитель. Что тоже, конечно, качественнее, потому что становится мощнее, становится больше частот, становится более качественный звук, более красивая звуковая сцена. Это все за собой тянет еще сразу же автоматом вопрос шумоизоляции. То есть автозвук это очень большая, такая глубокая тема. То есть если ты усовершенствуешь звук, автоматически ты делаешь шумоизоляцию для того, чтобы он сохранял силу. Желательно, желательно. Иначе это практически бесполезно. Не всегда, когда громко, качественно. Да, но лучше шумоизоляция как раз шумоизоляция добавляет как раз качество. Можно сделать такую шумоизоляцию, чтобы окружающим не было слышно твоего кача дикого? Можно. Серьезно? Да. Даже если будет звук на максимум. Чтобы вот это вот... Да, да, да. Это как раз есть такое понятие аудиоподготовка. Да тебя, Колыма, да. Аудиоподготовка называется. То есть это шумоизоляция всего автомобиля. Шумоизолируются двери, пол, потолок, арки, центральная консоль, торпеда, багажник. Я как-то наблюдала, как люди самостоятельно пытались сделать шумоизоляцию. То есть во дворе там снимать вот это вот все. Можно, но можно. Это очень выглядит объемно. И насколько это дорого, вот вопрос. Давайте с шумоизоляцией, а потом перейдем уже на вот звуковую оборудование. Шумоизоляция, ну самое простое, то есть что начинается, с чего начинается, допустим, шумоизоляция, это обычно делают арки и двери. Это то, что больше всего шумит в машине, от чего как раз человек слышит. То есть улицу, вибрацию, там шум дороги. Двери начинаются от, ну в среднем, опять же по городу, то есть от 1000, там 1200 примерно. За дверь. За дверь, да. До 4-х это уже... Умножаем на 4, да? Да. До 4-х тысяч за одну дверь тоже, это уже как бы аудиоподготовка, ну примерно до 4-х. То есть там уже 4-х слойная шумоизоляция разными материалами, которые и вивоподимфирующие, и шумопоглощающие, и звукоизолирующие. То есть это все достаточно такая интересная наука. Это получается, насколько нужно быть меломаном, насколько нужно долго ездить в машине, долго в ней находиться, чтобы так заморочиться из-за красивого звука. Нет, некоторые, допустим, делают просто в один слой двери, то есть просто вибродимфирующим материалом, вибропластом каким-нибудь, проходит внешнюю рубашку двери, и это уже намного становится как бы лучше, то есть пропадает этот звук консервной банки в машине, то есть двери уже не звенят, они уже становятся достаточно глухими, они закрываются уже по-другому даже. Ну и, соответственно, акустика, конечно, играет по-другому, потому что баса добавляется. Ну у вас уже, наверное, большой опыт в этом деле. Расскажите... 15 лет. Вот, 15 лет люди совершенствуют свою звуковую систему в автомобиле. И что вы делали самое такое мощное и нереальное, что вам казалось, ну просто вот этот человек заморочился? Какие-то фишечки такие местные? Все зависит от, как раз, полета фантазии клиента, то, что он хочет. То есть мы делали Volkswagen Passat, я помню, с изменением салона практически. Делали, вживляли сабвуферы в багажник, в стойки вживляли твитеры, вот эти вот пищалки. Переделывали карты дверей, ну, с перетяжкой, то есть салона, с кожей перетягивали. Да, это было очень красиво и интересно. Сколько человеку обошлось вот это все? Ну, это было лет, так, 6, наверное, назад, около 120. Вот, кстати, про сколько-то лет назад. Есть, наверняка, какие-то тренды, которые уходят в прошлое, вот относительно, может быть, даже звука, которые раньше были в ходу. Помню, все обвесы делали, сейчас, наверное, уже... Про звук давайте. Ну, уходят в прошлое, например, конечно, магнитолы с CD-приводом, естественно. Ну, это потому что диски уходят в прошлое. Да, то есть сейчас уже тренд такой, что даже... Снова кассеты! Я больше сказал, гаммопластинки. Да, сейчас, как бы, больше уже даже в машины, в которые есть возможность, ставят головные устройства, двухдиновые, так называемые, которые, то есть уже показывают все форматы, есть уже навигация, естественно. Это сейчас самое распространенное, что пользуется спросом для клиентов. Различия какие-то в установке и вообще в оборудовании, если у тебя отечественный автомобиль и если у тебя неотечественный автомобиль? Кардинально. Кардинально все. Например? Ну, в Жигули поставить, допустим, магнитолу в разы проще, чем, допустим, поставить магнитолу в Мерседесе. Почему? По электронике просто даже. То есть по той электронике, которая штатная в автомобиле, ну, в Жигулях она, естественно, в разы проще, чем электроника, которая находится там в немецких машинах, например. А что делать тогда Мерседесу? Ну, поставить-то можно. Поставить можно хоть что, хоть куда. Да, мы, как говорится, привезите нам Боинг, мы в Боинг магнитолу воткнем. Магнитолу, хорошо, это одно. А вот в Жигули оснастить каким-нибудь там тритерамика. Это тоже. Кстати, насчет того, что поставить сложную аудиосистему, в Жигули, допустим, ну, можно прокачать, это будет дешевле, чем прокачать, допустим, какой-нибудь там, опять же, среднестатистическую японца. Потому что там все попроще. Скажите нам, как человек, который работает в этом, ну, который знает внутряк, действительно ли берут очень много денег из тех, кто приезжает на дорогих машинах, просто потому что считают, что, ну... За бренд? Да, он же, у него же есть дорогая тачка, значит, у него есть деньги на дорогой ремонт. Давайте сделаем ценник в дороже больше. Так или не так? Ну, это же не очень этично, так скажем. Работа... Мы все-таки стараемся оценивать работу по факту. То есть, естественно, если... По цене запчастей и все-таки? Да, если машина... Она и так будет дорогой, потому что... Потому что дороже сама работа будет, да. Но из-за того, что он приехал, допустим, на Porsche Cayenne, а перед этим приехал человек на ВАЗ-2109. То есть, порядок цен будет, конечно, различаться, но не из-за того, что тот приехал на Cayenne. Что человек может усовершенствовать самостоятельно в гараже, а вот куда лучше не лезть без специалиста, касательно звука, опять же? Касательно звука, может, в принципе, при должном техническом... Вот ролики на YouTube посмотреть. Да, достаточно, как бы... Сейчас, 21 век на дворе, на YouTube есть все, даже вплоть до того, что как разобрать панель на какой-то машине и неомарке, и как подключить магнитолу с точностью до цветов. То есть, провода даже написаны по цветам. То есть, в принципе, можно самому. Но какие вещи вот вы советуете лучше самому не трогать, если ты не электрик, там, если ты не автослесарь? Ну, даже если ты не электрик, то даже лучше магнитопон тогда самому не ставить. Лучше все-таки приехать к профессионалам, которые вам его за 20 минут поставят. И это будет качественно, надежно. У вас ничего, не дай бог, не сгорит. И потом не замкнет и не задымится. Естественно. Ну, хорошо. Спасибо большое. Надеюсь, что мы с Владимиром Романовым еще встретимся когда-нибудь, потому что тема автомобилей, конечно же, неисчерпаема. Правильно? Конечно. Про обвесы не поговорили, про спойлеры не поговорили еще. Так что... Ну, какой он, смотрите, начитанный. Там машины нету, такие слова знает. Молодец, Александр. Автоэксперт Владимир Романов был с нами сегодня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.